Туристический сезон 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 И меньшее количество туристов выехало с территории Алтайского края куда-то за пределы. Но, тем не менее, после чемпионата достаточно четко отслеживается резкий спрос и на Алтай, и на выезд за пределы Алтая. Спрос из европейской части России или только местные жители едут на наши курорты, на алтайские? Нет, и европейская часть тоже, конечно, показывает повышение интереса к Алтаю. Наталья, совсем скоро, говорят, в понедельник, да, запустится первый рейс, дай бог, запустится первый рейс на Хайнань. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация, и стоит ли людям бросаться сейчас в этот омут, или все-таки нужно немножечко повременить с покупкой тура? Напомню историю прихода этого направления в Барнаул. В прошлом году, в осенью, туроператор «Жемчужная река» объявила о начале, о старте цепочки на остров Хайнань с вылетом из Барнаула. Первые рейсы были назначены на февраль месяц. В феврале вылететь не получилось, в март. В марте вылетов не было, в мае вылетов не сложилось, перенесли на июнь. Ну и вот очередной сдвиг на август месяц. Сейчас мы смотрим за развитием ситуации. Можно прогнозировать, произойдет все-таки вылет или нет. Знаете, наверное, 13 августа мы подождем и посмотрим. Хотя наш аэропорт утверждает, что действительно авиакомпания получила все необходимые разрешения от китайской стороны, и возможно, все-таки эти вылеты состоятся. Поэтому, наверное, каждый из туристов решает для себя, брать, не брать. Цена очень привлекательна, но риски существуют достаточно серьезные. Почему? Потому что до настоящего времени очень многие туристы не получили компенсации за несостоявшийся отдых. А каков путь по закону? Каким образом можно получить эту компенсацию? Что нужно сделать? В обязательном порядке пишется претензия, обращаются, естественно, туристы в турагентство, где они приобретали путевку. Пишется претензия туроператору с требованием вернуть необходимую оплаченную сумму денег. В течение 10 дней туроператор обязан дать ответ и вернуть деньги. Ну и возврат денег, конечно, возможно быть чуть в большие сроки, но опять же в разумные сроки. То есть это ни месяц, ни два, ни три, ни четыре. В случае, если в добровольном порядке туроператор не удовлетворяет абсолютно законные требования туриста, турист идет в суд. Что происходит сейчас с туристами? Сколько тех туристов, которые пострадали от невылета в Грецию из-за ситуации, которая сложилась с Натальей Турс? И как сейчас обстоят дела? Очень сложно сказать, какое количество именно туристов из Алтайского края пострадали от действия или бездействия Натальи Турс. И здесь не только Греция, это Испания, Италия, в основном европейские направления. Но опять же, необходимо ответить, что Алтайский край, в Алтайском крае этот туроператор не был представлен чартерными рейсами или каким-то большим количеством блоков мест на регулярных рейсах. Поэтому пострадавших не так много, слава богу. Тем не менее, они есть. Большая часть сейчас из них обращается в суд, получают исполнительные листы для получения какого-то возмещения. Но ситуация до сих пор остается непонятной, потому что туроператор не объявляет о своем банкротстве. Поэтому механизм действия страхового обеспечения, то есть задействия страховой компании, с которой туроператор заключил договор ответственности, не может быть задействован. Какие направления вы бы порекомендовали сейчас туристам, которые еще раздумывают, не успели куда-то слетать, цена, качество? Сейчас будет наступать бархатный сезон для летних направлений. С вылетом из Барнаула представлена Турция и азиатское направление Вьетнам. В Вьетнаме сейчас замечательный период времени, солнышко, очень теплое море. И плавно переходит это направление и в осень. Также с вылетом из Новосибирска мы можем предложить нашим туристам и Грецию. Вьетнаме замечательный вариант, как материковые, холхидики, так и островной Крит. Ну и также азиатские направления по-прежнему имеют место быть. Спасибо. А из наших, из наших, это же, конечно же, и Сочи, и Крым. Точно так же летают рейсы прямые и из Барнаула, и из Новосибирска. Благодарю вас за время и за приятную беседу. Хочется сказать, встретимся на море. Да. Я желаю этого всем, конечно. Это была программа «Наше время», и мы сегодня беседовали с вице-президентом Алтайской региональной ассоциации туризма Натальей Гордеевой. Мы говорили о том, как не испортить свой отдых. До встречи.